сегодня будет 6 лекция по системного программирования будем смотреть потоки как они в ядре устроены как обычно и как реализована некоторые библиотеки которые дают возможность создавать потоки дедлайны по планировку к рутину уже давным-давно дедлайн прошел штраф заморожен на минус 10 по шеллу дедлайн уже минус 7 накопился по файловой системе еще не начался но уже скоро надо бы начинать делать кто еще не начал хотя бы чего-то чтоб штраф остановить вот в ринукс программы выполняются в процессах как мы помним но процесс это не только программа это еще кучу всяких ресурсов типа очереди сообщений очереди сигналов там разные mutex spin lock lock и другие файловые дескрипторы и память делится на кучу секций вот и форк он позволяет что из этого дублировать новый процесс создаем они это могут какое-то время разделять например секцию секцию текст ну программа секцию константом каких-нибудь в общем некоторые секции памяти они могут разделять еще могут делить файловые дескрипторы если говорить о процессах вот и бывает так что программу ну что задачу хочу хочется разбить на какие-то независимые подзадачи которые можно было бы распараллелить чтобы выполнять их буквально одновременно они как когда к рутины выполняются последовательно кусочками хочется именно буквально одновременно выполнять на разных процессорах или на разных ядрах одного процессора вот если мы будем делать это при помощи процессов то придется создать ну несколько процессов сколько нам там надо на одну и ту же программу они будут делить там какие-то секции и чтобы сильно чтобы как-то задачу все делать нам нужно синхронизировать взаимодействие этих процессов друг с другом чтобы они кооперировались как то что будет делать результаты друг другу передавать когда мы говорим о разных процессах то это все становится довольно сложно во первых между двумя процессами мы не можем взять и напрямую там знаю память прочитать друг из друга или функцию какую-то позвать все приходится делать через разные переселки сообщения то либо буквально очереди сообщений есть ядре такая штука либо мы знаю как разделяем у памяти лассируем и к ней там доступ как-то через нее что-то передаем то есть делаем общую память защищаем ее какой-нибудь блокировки там и процессы могут по очереди к ней обращаться и что-то оттуда читать что туда класть такая шина получается и даже если мы не какие-то функциональные задачи через память передаем типа вызови там такую-то функцию с такими-то аргументами даже просто прочитать результат выполнения там одного из воркеров этих из процессов просто из его памяти все равно и придется делать через копирование в общую память потому что у них адресное пространство разные виртуально адресное пространство них адреса просто разные и если мы попробуем адреса одного процесса они в другом смысла не имеют или имеют смысл совершенно другой поэтому приходится все это делать через копирование через общую память даже самых простых случаях ну и самое конечно плохое даже копирование не так уж и страшны самое плохое это то что у нас будет translation лука сайт буфер memory management unity протухать который занимается трансляции виртуальных адресов в физически потому что процессы будут переключаться когда процесс переключается на другое когда процессор переключает процессы он меняет адресное пространство и поэтому таблицы виртуальных адресов таблицы отображения виртуальных адресов на физические страницы она становится не актуальны или частично становится не актуальны или просто заполняется дублированием как бы короче это не очень удобно когда мы работаем с разными процессами хотя иногда без этого нельзя например у нас там на разных машинах они запущены тогда мы будем обмениваться уже по-любому сообщениями там через сеть но если мы работаем на одном на одной физической машине то было бы удобнее чтобы они могли делить больше данных друг другом чтобы не нужно было ну и чтобы них адресное пространство было одинаковое конечно и все это нам предоставляют потоки и такой потоки это те же самые процессы в линуксе только они делят больше секции они делят еще секцию стек секцию кучи и все остальные секции которые там у них есть и взаимодействие между ними становится гораздо проще мы просто они просто вызывают функции в адресном пространстве друг друга и все и не нужно никаких сообщения пересылать глядя на код можно даже не понять там она многопоточная немного поточный программы просто вызовы функций ну и можно разумеется память друг у друга просто брать и читать какой-то продуктом он какие-то объ Brasil одними объектами оперирует другой поток другими они могут напрямую друг друга читать разумеется там с какой-то защитой чтобы одновременно они меняли одни и те же данные ну и translation лук сайт буфер будете хорошо чувствовать потому что адресное пространство не будет меняться когда потоки будут переключаться на процессоре адреса все будут оставаться валидными ну вот за этим нужны потоки и они существенно позволяют ускорить выполнение задач на счет того что экономит на пересылке сообщений translation лук сайт буферах если мы говорим конкретно про linux вот ну и пример можно такой привести зачем ты может быть нужно пример графические приложения когда у нас есть графическое приложение она обычно имеет хотя бы два потока один поток занимается тем что обслуживает взаимодействие с пользователем там нажатие кнопок анимации другой поток занимается тем что какой-то бэкграунд задачу выполняет фоновые всякие вещи взаимодействие там сетью вычисления с базой данных если мы будем делать это все внутри одного потока то все зависнет просто как только мы кнопку нажмем которую там вызывает посылку в сеть все будет зависать такое можно запросто добиться например если на кутэк написать такое на одном потоке графическое иконное приложение мы видим прекрасность зависит вот что будет если у нас одноядерный 1 1 ядерная 1 процессорная система там параллельность вообще это что-то даст там правильности ведь к такой не существует там будет там многозадачность может присутствовать на таких системах но там она не будет по-настоящему провели у нас никогда не будет такого что задача будет одновременно выполняться в другой задачи буквально на время если у нас процессор один и ядро одно ну даже тогда потоки могут дать прирост потому что они начнут работать как карутины фактически то есть процессор будет каждый мой система будет каждый момент времени выполнять только один поток этот поток знаю там в ядре какую-то задачу запросит ему выполнить и заснет и начнет выполняться другой поток ну в общем буквально карутины получится это тоже может дать прирост даже тогда ну и потоки позволяют очень удобно разделить разделить код приложения на какие-то под задачи то есть использование потоков заставляет нас думать о том как разделить задачу на под задача это путь к масштабируемости к портируемости там удобству разработки вот ну и вернемся опять к структуре task struct которую каждую лекцию смотрим в linux потоки процессы это одно и то же они оба представлены структурами структ task struct только там некоторые мембери указывают на одни и те же объекты конкретно это память это там идентификатор процесса у них одинаковые родители одинаковые пользовательские привилегии права там таблиц файловых дескрипторов ядро но не различают поток это или процесс для него все задачи это структ task struct и все кому какому процессу они там принадлежат ядру без разницы и получается что поток потоки одного процесса шарят довольно много атрибутов и в линук что так было не всегда раньше давление что грань так было не всегда раньше в линук все еще потоков не было были только процессы был только форк и как бы независимые процессы работали нужно было обязательно обмениваться сообщениями обязательно все это межпроцессное взаимодействие организовывать по сложному потом появился по секс по секс стандарт реализации потоков и оказалось что linux не очень ему приспособлен тогда сделали системный вызов клон это системный вызов позволяет создавать структ task struct и прямо из юзерспейса то есть создавать задачи но у него число степеней свободы гораздо выше чем чем 2 чем поток и процесс на слайде представлено огромное количество флагов каждый из которых описывает какие ну клон создает новый структ task struct и все эти флаги описывают то какие части какие атрибуты новый структ task struct будет делиться старым и по-разному комбинируя эти флаги мы можем превратить вызов клонов прямо форк можем превратить его в создании нового потока можем во что-то среднее ну то есть форк можно полностью заменить клоном передав там определенное количество флагов создание потока можно заменить ну патрэд create вот библиотека по трэдов его можно полностью заменить на вот такое подмножие флагов мы вызываем клон передавая ему функцию которую надо стартануть в новом трэде передаем стек на котором этот поток должен работать ну каждого потока свой стек вот и клон заставляет нас его самостоятельно аллоцировать и туда мы передаем флаги что надо делить что ребенок будет делиться родителям то есть ребенок это поменяет в родители это будет видно родитель это поменяет ребенке это будет видно что что мы не укажем здесь через флажки но то будет работать copy on write или она прямо во время клона скопируется вот и аргумент передаем что там вот звездочка арк который функцию над передать посмотрим как это можно использовать к патрэдом мы вернемся потому что большинство потом многопоточное программе ассоциируется с патрэдами но патрэда это просто библиотека важно понимать и операционная система у нее под патрэдом всегда есть что более низкоуровневое вот мы начнем с самого низкоуровневого будем подниматься к патрэдом постепенно как вызывает создание потока в линуксе но выполняет следующим образом мы ну вот я написал такую функцию которая создает red она принимает функцию которую надо вызвать функцию которую надо вызвать аргумент для этой функции выходной параметр стек что она делает она создает стек я просто его на кучу аллоцирую там 65 киломайт нормальный размер стека создаю его на куче и это просто кусок памяти и клон он принимает не просто стеку он принимает указатель на вершину стека когда но как мы знаем стек он растет вниз когда я лоцировал стек молоком мне вершина будет в конце этого блока памяти поэтому я получаю стек топ сдвинув указатель на стек на стек сайс то есть у меня вот то что я лоцировал и я сдвинулся сюда чтобы получить самый большой адрес который будет расти вниз внутри этого клона понимаешь вот я когда эту функцию писал я сначала не понял что там требуется стек топ и у меня просто все падало казалось что его надо сдвинуть и передавать именно стек топ ну и вот комбинация флагов которые я передаю что она означает клон в м это что у них будет одинаковое адресное пространство клоун fs означает что у них рабочая директория будет одинаковая там ну процессов у потоков можем менять рабочую директорию типа чрут чидир такие системные вызовы есть вот и если мы указываем клонов fs то если ребенок сделать чрут или чидир то это тоже на родители отобразится клоун файл с это таблиц файловые скрипторов у них будет делиться то есть нет не то что во время форка когда файловые дескрипторы уже существующие делятся а новые уже не делятся тут если ребенок создаст файловый дескриптором будет валидин в родители тоже то есть они делятся постоянно она буквально одна и та же таблиц они две разных таблицы в которых какие-то файловые дескрипторы скопированы и клон сик хэнд ну лекции по сигналам до сих пор не было поэтому не могу нормально рассказать но обработчики сигналов тоже можно делить трэда их делят и самый главный флажок клоун трэд если мы его передаем то но у вас труп таск структа будет точно такой же пит если позову get пит в старом и в новом трэде то у них будет он одинаковый секунд лет не передать они будут делиться точно так же то есть будет два реально два процесса которые все делят но у них разные как бы пиды вот получается степени свободы в линуксе гораздо больше мы можем эти флажки комбинировать так что у нас знаки полу трейды там на 3 3 2 3 там есть конечно это ограничение что некоторые флажки они требуют того чтобы другие флажки тоже передали но в целом блин у все больше степени свободы чем 2 не знаю как других системах ну вот линуксе вот так и как теперь давайте эту функцию проверим как-то посмотрим как она работает так вот я здесь сделал функцию которая будет выполняться в новом потоке она там сигнатурой такой принимает им возвращает инд принимает ввозь звездочку сигнатура которую клон принимает и она что делает она печатает идентификатор потока идентификатор своего процесса в линуксе у каждого структа структа у него два идентификатора идентификатор процесса идентификатор потока и процесс в ядре это на самом деле группа потоков короче у каждого потока есть пит и тит вот и одинаковых потоков одного процесса одинаковые пит разные тит и я их тут буду печатать чтобы доказать что у меня получилось два потока одного процесса вот я их печатаю выставляю флажок что у меня все завершилось потом посмотрим зачем печатаю идентификаторы и запускаю поток до его завершение и печатаю результат вызова клон клон он возвращает идентификатор потока который он создал и не забываю освободить стек вот потому что я его на молоке сам лоцировал поток завершился за меня стек не освободит поэтому это нужно сделать мне руками нет в конце делаю давайте теперь это соберем обычным gc все отлично собирается некие библиотеки пролинковывать даже не надо все потому что это системные вызовы и запустив мы видим что у всех распечаток одинаковый пит то есть это все один процесс а потоки разные то есть получилось что мы реализовали создание потока сами без всяких библиотек теперь вопрос зачем я здесь жду завершения потока который я создал и только после этого освобождаю стек завершаюсь там зачем это зачем это делать никого больше нет никто не спасет ну короче вот видишь функция main создает вот она создала поток этот поток у себя в конце выставляет флажок из финиш и главный поток он когда этот второй поток создал он дожидается его завершение только потом освобождается так и делает ретурн зачем почему нельзя просто сразу освободить после этого но главный может завершиться раньше ребенка почему я жду все-таки что ребенок завершится но он завершится позже да потому что я здесь явно этого жду а если я вот этот вайл выкину ну типа что произойдет почему его нельзя выкидывать ну короче суть в том что я тут делаю освобождение стека на этом стеке прямо сейчас работает поток который я создал он сейчас стек использует если его освобожу то будет неизвестно чего там просто может упасть может завершиться нормально нельзя сказать заранее что там произойдет скорее всего упадет иногда может быть будет каким-то чудом проходить и вторая причина еще есть потому что потому что когда главный поток завершается самый первый поток он типа главный и когда он завершается все остальные потоки тоже автоматически завершаются поэтому если я не буду там ждать то может получиться так что у меня поток который я создала даже ничего распечатать не успеет у меня первый поток который родители уже успеет завершиться и родину и ребенок тоже завершится из-за этого поэтому я дожидаюсь завершения созданного потока только потом уже освобождаю стек и сам завершаюсь понятно вот и теперь зачем я объявил переменную volatile здесь я видел volatile зачем я объявил ее volatile когда мы говорили про устройство хранения на прошлой лекции то мы говорили про volatile памяти про non volatile память volatile память это volatile это типа в переводе изменчивый переменчивый то есть такой который может меняться и volatile память означает что она она не персистентно то есть при потере питания все потеряется вам с любой момент изменится там как ты иногда обновлять если мы говорим про драм то есть это такая неустойчивая нестабильная память которой нужна особая забота но он volatile память это такая которую мы просто сохраняем и она там может угодно храниться то есть это стабильная память и когда я помещаю переменную как переменную как volatile я говорю о том что это переменная не стабильно что с ней надо как бы осторожно обходиться это компилятору говорю это означает что вот такие оптимизации компилятор таким переменным не будет применять в примере на слайде я делаю бесконечный цикл который который в условии проверяю что переменная булевская равна true и при этом в цикле эту переменную не меняет никак капилятор это заметить эту переменную просто выкинет цикл превратится в обычный бесконечный бесконечный без всяких проверок что вы ее все еще равно труб может получиться так что так делать нельзя например волю из другого потока кто-нибудь по указателю возьмет и поменяет и тогда этот цикл станет бесконечным а на самом деле волю возьмет и фолст поменяется а цикл бесконечный получает что мы написали одно получилось другое в машинном коде уже чтобы такое такого защититься используется атрибут volatile он говорит что эту переменную нельзя оптимизировать ее нельзя выкидывать и как каждый раз когда мы к ней обращаемся и надо ее читать из каша из памяти там но в какие-то временные переменные или вообще и удалять нельзя покластью в какие-то временные переменные или вообще удалять ее нельзя вот и когда я указываю volatile компилятор будет каждый раз и проверять не будете выкидывать еще это может быть нужной вот пример современный современными переменными искать сложная структура и я ее какой-то атрибут использую много раз каких-то операциях там к примеру арифметических и если запустить но скомпилировать там то получится что эту переменную этот атрибут большого объекта за кэшируется в культ временную переменную которая будет использоваться а что если у меня если у меня этот атрибут поменяется там между между этими вот сложениями а и сложением b и компилятор он не в курсе может она поменяться или нет ему подсказываем что она может поменяться и тогда он не будет его кэшировать временную переменную каждый раз будет читать этот атрибут из памяти или из кэша но в общем самое главное что по тому же адресу не положит по кому-то другому адресу куда ему легче дотянуться и будет каждый раз ходить именно к источнику посмотрим что будет если volatel не указать вот я сделал переменную из финиш не глобальной но я сделал ее константный я передаю ее в дочерний поток указателю дочерний потока как и раньше выставляет в true из финиш но при этом в функции main все выглядит так будто бы из финиш константы и не может никак поменяться и поэтому если это запустить то получится что программа зависла хотя казалось бы я из финиш передал по указателю в новый поток он ее выставил в true главный поток и и пытается дождаться она никогда тру не становится то есть все что мы поменяли это добавили к из финиш конст и засунули его внутрь мэйна но при этом все зависло посмотрим что произошло после того как мы же сисит собрали используя команду ну где это делал на маке потому что потому что на линуксе у меня не получилось зависание воспроизвести на маке воспроизвелось поэтому я комплировал то силангом и дамп ее это джиом ждал помню ждал на линуксе это все заменяется на миссисе и на об этом там скорее всего не зависит вот смотрим что произошло в асэмблере где там наш этот цикл появился вот этот цикл здесь есть инструкция кол которая делает шедгилд она результат куда-то там кладет и делает безусловный джамп джамп это но это как go to в асэмблере и джамп куя ну там куя то пост фикс типа но суффикс зависящий там от языка от архитектуры процессора самое главное что это просто безусловный джамп обычный go to это все равно что написать шедгилд написать метку потом шел дил ты потом сразу голодок этой метки то есть это просто бесконечный цикл отсюда из финиш выкинул компилятор его здесь нет безусловный джамп я никакого условия здесь не проверяю даже хотя должен все из-за того что я объявил переменную конст и селанг подумал что можно ее выкинуть потому что она не меняется в простую за инлайн его везде и все вот такая фигня получилась из этого все зависло я теперь объявим ее в латайл я ничего не поменял кроме того что добавил в латайл к тому же консту все остальное осталось прежним данный по трейды по 3d create там по 3d пока не смотрим это все на самом деле это все клон тоже на линуксе просто на маке клона нету поэтому пришлось патриот кредит вязать вот запустим это теперь с волатайлом и вуаля все завершилось на том же майки посмотрим теперь в ассемблере что поменялось там код стал сильно больше в ассемблере потому что цикл но обычно раздувается довольно сильно даже простецкий в ассемблерных инструкциях это вырезал все неинтересное ставил только то что надо вот этот цикл во что он превратился первые три строчки это первый раз проверяются условия из финиш потом джейн и джейн гейта проверка того что если из финиш из финиш фолст то есть если если не из финиш тру то мы заходим в цикл то есть джам по им ся на тело цикла там кол зовется и все шарил вот этот если у нас условия не выполнилось то джейн и никуда не прыгнет мы пойдем на следующую инструкцию следующей инструкции нас просто выкинет из цикла понимаешь что-нибудь где перестал понимать короче смотри вот есть цикл в ассемблере нет такого понятия как вайл там есть только проверка джамп и джамп дженди это джамп if not equal джамп if not equal он смотрит на то что лежит на стеке вверху и смотрит если она там не равно если последние два числа на стеке не равны друг другу то он там делает джамп типа году вот 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 здесь вот мы пушим на стек значение значение не из finished мы учитаем из памяти пушим на стек и тестируем рак чему он там равно первые три строчки понятно потом мы смотрим если не из finished true то есть если вот это условие true и то прыгаем внутрь цикла вот эта штука это просто проверка вот это мы делаем внутрь цикла прыжок делаем там какой-то колтом вот а если дженди не выполнился то он никуда не прыгает он просто на следующую инструкцию идет понимаешь то есть он короче здесь проверять если условия выполнены идем в тело цикла если нет выходим из цикла это заход в цикл это типа это типа и фрелси вот можно так сказать если условия выполнена то мы заходим в тело цикла выполняем там этот кол доходим до конца цикла вот это конец цикла который просто делает губу сюда для что цикл написанный на гутушках короче понял теперь ну потому что я коммент написал финиш у меня видишь printf они одного нету поэтому там финиш не печатается я просто коммент написал типа что финиш вот был на принтер добавишь и было видно что он завершился ну ладно короче программа завершилась а предыдущая зависла это понятно ну вот на за она меняется вещь я сюда из финиш по указателю передал и здесь его в труп оставил я тоже самое делал в предыдущей программе выше здесь передал из финиш аргументом для функции трет фона сюда передалась по указатель я указану обратно к буллу и выставил в труб то есть я здесь сделал из финиш труб вот на эту переменную адрес который еще на передал понятно он компилятор обманывает здесь на на самом деле не конст вещь или меняю я просто написал конст я сделал конст чтобы компилятор подумал что она конст и выкинул ее и он выкинул лишь все зависло видишь тут как бы тут вот цикл состоит из трех строк он просто бесконечно выполняет одну и ту же инструкцию делая гуту перед ней когда он ее выполнит нет никакого условия не проверяет когда он начинает его проверять вот ну это превращается вот в такое он несмотря на конст эту переменную не выкинул потому что я волатайл он написал вот начинаем цикл проверяем условия если он не выполнил цикл завершаем короче нормальный цикл получается прям как по учебнику ассамблерскому все так канонично вышло ну эта штука нормально завершается несмотря на конст не выкинул переменную точно волатайл понял мы еще много будем испортить до этого пока все понятно вот это сейчас мы делили просто булевскую переменную между потоками 1 ее своему ребенку передал тот ее в труп оставил и мы ее дождались что она равна true и все пока ничего сложного не было но может понадобиться что-то посложнее например общий счетчик булевская переменную это обычно один байт и когда мы ее меняем или читаем в разных потоках к ней даже доступ не обязательно синхронизировать потому что процессор все равно атомарно ее меняет нас могут быть такие числа большие там не знаю уин 64t например это некоторые процессоры могут разделить операцию над 8 байтовом числом на две операции по 4 байта и тогда у нас два потока если будут менять одно большое число они могут его по половинке поменять получится бред с булевскими переменными так не получается потому что там всего один байт поэтому у меня предыдущие программы работали потому что я булевскую переменную мог менять как угодно в разных трэдах проверять там с ними все нормально а вот что делать если int если я с кинтом делаю что-то посложнее но int это как минимум 4 байта и синтом операции обычно не просто выставить в true выставить фолса не знаю например инкремент как вот здесь вот я делаю два потока которые один и тот же счетчик инкрементируют просто по 100000 раз каждый ожидаем вывод что будет 200000 правильно каждый поток на 100000 прибавил он не будет 200000 ну вот один раз мне повезло что он 200000 получился на самом деле каждый раз будет что-то разное какое-то бред больше 200000 не будет никогда посмотрим почему такая фигня получается почему такая простая вещь не сработала дело в том что когда мы делаем инкремент это на самом деле не одна команда целых три сэмблере мы сначала загружаем испану как пайплайн процесса работает загрузить из памяти там выполнить операцию выгрузить в память вот точно также с инкрементом мы сначала достаем из памяти значения каунтер в регистр потом на регистре это значение увеличиваем потом кладем его обратно это происходит из-за того что процессор он не может не может прибавить значение прямо в памяти на месте процессор он занимается тем что оперирует там какими-то он не может залезть в память и что-то там сделать в этой памяти он сначала должен из памяти достать в себя на свои регистры сделать это на регистре потом положить обратно только так умеет другом он не может нет превращается в три инструкции и получается следующая фигня делаем два потока первый успел выполнить первую инструкцию в том его прервали ведро его прервала там шиндулер второй поток запустился свои все три проделал быстренько и потом мы продолжаем свое-то делать здесь в регистре x старое значение лежит здесь было там один например вначале в каму в я их сохранилась единичка тот взял и в каунтер уже успел записать двойку а у нас тут я их все еще единичка и получается что мы один инкремент продолбали пропал поэтому у нас всегда будет меньше чем 200000 в таком случае какие-то инкременты они просто проглатываются вклинившуюся вклинивающимися потоками ну и получается что полог просто опоздал вот и здесь это не победить никакими оптимизациями выключениями каких-то оптимизаций там волатайл здесь не поможет у меня каунтер был волатайл и это не помогло никак волатайл он делает но говорит не применяя оптимизации здесь оптимизации так никаких нет здесь проблемы не в них понятно в чем проблема ну да ну короче будем смотреть просто как атомик работает но сейчас у меня не было атомика был только волатайл его отказалась недостаточно ну вот ну ты прям угадал да в процессорах есть такой префикс лог его можно добавлять к некоторым инструкциям и туда эти инструкции будут выполняться атомарно и более того в них там некоторые штуки становятся возможны например команда отдел вот здесь вот короче команда от она не могла без префикса лог сделать операцию над памятью напрямую ее надо было сначала в регистр загружает с префиксом лог это становится возможно я прямо в памяти за одну инструкцию увеличиваю счетчик зачем этот лог нужен почему нельзя без лука тогда за одну инструкцию делать за тем что на самом деле это все равно будет несколько операций но просто кэш линия в которой лежит этот каунтер она будет заблокирована для других ядер для других процессоров пока этот процессор с ней не закончит понятно то что говорит это кэш линия моя пока я не доделаю вот эту операцию все остальные кто и на нее придет они будут ждать ну разумеется мы не будем на сэмблере это писать если мы только на библиотеку страшную не делаем поэтому для нас чеси есть оберточки всякие типа синг подчеркнем подчеркивание синг подчеркивание еще куча всяких разных функций сингвич от фи сингвич особ то же самое в обратном порядке всякие атомарные сравнения свопы и в стандарте 11 еще появилось то же самое только с префиксом atomic и там еще расширенный функционал но в целом все то же самое те же самые инструкции лог они за нас то все делают почему почему вот эти вот штуки вообще существуют почему есть вечер от и один фич дело в том что эта функция целиком не атомарно нее атомарно фич и атомарно от и вот здесь вот что-то может произойти с другим там трендом то же самое здесь поэтому и ну иногда нам нужно сначала старое значение прочитать потом увеличить иногда нужно наоборот сначала увеличить старое значение прочитать вроде как у нас сегодня еще будут примеры обоих вариантов дает блокировки на уровне процессора априори быстрее чем мы это делаем в программу но процессоре насколько я знаю ничего другого и нету кроме этого лока поэтому фактически самый низкий уровень мы уже посмотрели сейчас будем подниматься выше вот посмотрим чё теперь будет если я возьму и поменяю этот обычный ингримент на атомарный ингримент я сделал инструкцию синг от дань фич эти инструкции все они возвращают то что то что делает вещь я здесь это возвращаемое значение игнорирую но мне тут не нужно просто инкремент делаю все она принимает адрес где нужно инкремент делать и ну короче эти функции они более общей чем инкремента можно любой число прибавить я прибавляю единичку вот по адресу каунтера прибавляю единичку в обоих случаях и запускаю что теперь получается ну и очевидно да у меня теперь все синхронизировано получилось что всегда срабатывает нормально что если мне теперь нужно сделать еще больше действий начали мы с того что мы делали действия с одним с одной булевской переменной с одним байтиком просто его сетали в true или false и все там не нужно было даже никаких локов теперь мы дошли до того что у нас какие-то сложные счетчики появились тут уже на 3 инструкции там ассемблерных делятся и нужно их как-то локом защищать что будет если у меня что-то еще сложнее например у меня вообще строка там сто двадцать восемь символов я ее всю хочу засетать у меня есть несколько потоков я тут сделал пример 6 потоков и они одновременно просыпаются по команде вот главного потока и пытаются захватить эту структуру и заполнить ее своей буквой каждого потока своя буква первого потока буква у 2 буква б каждый поток пытается все сто двадцать восемь символов заполнить с собой своей буквой я даже сделал какой-то лог там вот сделал бул там сейчас до сделал булевский лог предполагаю что это меня спасет тип поток проверяет что если никто лог еще не взял то я его беру и заполняю его своей буквой а плюс айди это а плюс 0 это будет а плюс один это будет б это понятно да это не надо объяснять вот это вот понятно да чуть происходит вот что здесь вообще казалось бы может пойти не так я тоже собирают оси лангом потому что на линук все очень сложно воспроизводится редко на маке воспроизводится почти все время поэтому собираюсь и лангом собираюсь лангом запускаю на майки получаю какой-то бред заполнилось все вперемешку руками вы вот сможешь догадаться почему здесь произошло ну вот один поток дошел сюда на эту строчку встал и здесь его прервали второй поток дошел сюда лог все еще falls тоже сюда зашел и потом они оба в стану возобновили работу то есть два потока сюда дошло они оба взяли лог но это уже неважно как можно здесь еще 30 фиков напихать этого лог но это все но не спасет в общем случае всегда найдется пара потоков которые до самого низа спустятся как бы и вместе и начнут эту строку заполнять своими буковками у меня получилось вот что два потока смогли сюда добраться и заполнить ай б вот ну и чтобы потоки стартанули одновременно я когда я здесь создаю здесь все блокируются и потом по команде как по выстрелу пистолета как бы они стартуют одновременно и пытаются доступ к этому логу получить если этого старт не делать то там почти всегда первый поток захватывает потому что просто первый стартует вот я сделал такую конкурентность повыше короче фигня какая-то получилось хочется чтобы один поток нормально все заполнил и мы можем уже собрать в принципе наш собственный настоящий почти что mutex который нам в этом поможет у нас для этого уже все есть мы соберем его при помощи этих самых процессорных локов чем мы будем здесь сделать сделаем вот так мы будем этот лок атомарно атомарно проверять то есть здесь будет происходить я опять собираю вот запускаю у меня все сработало почему она сработала потому что когда вот эта штука делается чего она делает она берет значение по адресу этого лока смотрит если там ноль то она сетает его в один то есть false сетает в true и при этом если любой другой поток здесь тоже прибежит и начнет ту операцию делать он будет ждать пока первый завершится получается что вот сюда ну как бы вот это такой барьер получается кто первый до него дойдет тут остальных остановит эту штуку себе засетает в единичку лок потом второй поток который сюда пришел он проснется и этой операции увидит что там уже один это функция она возвращает как бы true или фолл снова сайт true если лок если вот эти два значения короче были равны точно принимает как бы адрес значения и значения б она возвращает true если значение по адресу было равно а если оно было равно она атомарно сетает его в б такой короче атомарный и фиг получается который что-то сетует понимаешь вот ну и обратно я точно так же сетую но и у меня все сработало получилось что первый поток который сюда добрался он засетал этот лок в единичку атомарно пока все остальные его ждали и остальные потоки уже видят единичку и не могут зайти и натофункция вернет фоллс вот и короче мы фактически написали спин лок до спин локами на так и работает спин лок берет но спин лок это просто булевская или интовая переменная там по разному делают когда мы делаем лок мы пытаемся в бесконечном цикле этот лок получить до тех пор пока атомарно не сможем его сами в единичку засетать и unlock ну наоборот типа в ноль засетую понятно что здесь происходит это вот вот смотрим что если лок был ноль ставим его в один эта штука вернет true она здесь превратится фолстом сделаем return то есть пин лок заблокируется пока мы сами не засетаем это все в лок в единичку и особенность спин лока отличие вот его от мутиксов в том что это блокировка средствами процессора без прерывания без участия ядра ядра здесь до сих пор до ядра не доходили она никак здесь не участвует не в этих лок процессорных не спин лока каких-то сингах это все средствами компиляторы процессора и может получиться так ну и спин лок используется когда когда вот беру берется очень ненадолго и конкуренция за него небольшая лок он позволяет нам без прерывания без инвалидации без переключения там на другие потоки на другие процессы пока наш слот времени процессорные еще не закончился все таки от лок получить без переключений плюсы что если разблокируется быстро то мы ни разу так и не прервавшись ядром останемся на процесс и у нас все кэши останутся валидными регистре не надо будет там никуда перемещать все очень хорошо если быстро он не разблокируется мы получается просто вот здесь вот ждали и не давали другим процессом использовать процессор понятно да 3 2 такой получается ну и нужно в общем очень аккуратно использовать спин локи и теперь как реализованы мютиксы мютикс это уже то в линуксе такой такой вещи как мютикс вот прямо на уровне системных вызовов там не существует там есть вместо этого футикс фаст юзерспейс мютикс вот и мютиксы реализованы при помощи него и суть мютиксов не только в линуксе в том что они если лог не получилось сразу взять они усыпляют поток пока пока мютикс не освободят то есть мы не будем в бесконечном цикле жрать процессорное время в ожидании что лог вот-вот освободится просто заснем и скажем ядру разбуди меня когда лог освободится конечно это придет к тому что там другой процесс и может встать на процессор свои кэши там все засетать translation look и сайт буфер нам попортить но зато мы процессорными не будем впустую тратить это хорошо работает если у нас если мы знаем что лог берется относительно надолго на миллисекунды например даже на микро спин локи больше подходят когда на 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 вот и в линуксе для реализации мютиков используется системный вызов фьютикс посмотрим каким образом он работает он футикс это число это число по кому-то адресу просто int вот обычные то и значение и с этим и томом значению можно при помощи ядра делать разные операции первое можно попросить ядро уведомить нас когда значение когда значение этого числа станет когда станет равно валют отпечатка на слайде то есть мы смотрим если значение по кому-то адресу там равно 100 мы хотим чтобы она была 200 мы делаем фьютикс вот этот адрес фьютикс вейд и 200 и мы засыпаем и дура нас усыпит и когда это значение станет 200 то что мы попросили дрон сразу будет а какая эта фигня получается но есть еще одна операция которая позволяет будить то есть один процесс говорит я хочу чтобы по этому адресу было 200 я ложусь спать другой процесс другой поток просыпается сделает там значение 200 и пробуждает первый поток через фьютикс вейк уведомляет короче то есть этот инт это получается такой канал общения между потоками где они могут друг друга будить и усыплять пока понятно что это такое теперь каким образом это вообще работает на небольшом примерчике вот есть два потока есть обычное интовое значение там был ее который я в ноль заседал я говорю в первом потоке уведоми меня ну разбуди меня ядро когда поэтому адресу станет значение 100 не 0 ядро посмотрит а потом сейчас 0 они 100 значит тебя усыпляем если там уже было стоя бы даже не ядро бы меня не усыпляла но сейчас там 0 поэтому поток засыпает другой поток берет и просто присваивает 100 как бы все и говорит фьютикс вейк то есть он уведомляет ядро о том что значение поэтому адресу поменялось ядро разбудит тех кто значение кто ждал изменения этого значения не заснет но он лишь он не делает вы делает вейк и дальше идет он не ничего не ждет просто светает в 100 и идет дальше а вот этот заснет потому что он делает вот у кого и засыпает а вейк он только пробуждает это пока не мультикс это фьютикс до мультиков мы еще не дошли мультикс и сделаны при помощи фьютикса и мы посмотрим как но как видишь у меня тут у меня здесь значение value меняется вручную фьютикс у него сам не меняет при помощи фьютикс ты можешь только подписаться на то на событие того что значение вот и поэтому адресу изменилась но фьютикс его сам не меняет амьютикс он подразумевает нам брошу что-то надо менять тогда кто это изменение делает если фьютикс отвечает только за за усыпление и за ожидание нет приходится делать руками как можно реализовать наш собственный mutix вот я здесь оборачиваю оборачиваю системный вызов фьютикс дело в том что он настолько низкоуровневый что у него даже обертки в стандартной библиотеке нет поэтому я вызываю его напрямую как сискол из такой системный вызов сискол который можно другие сисколы вызывает вот я здесь вызываю на короче суть в том что фьютикс вейта фьютикс вейк это то что вот мы перед этим смотрели не обязательно заморачиваться там с тем как они реализованы вот теперь как будет реализован блок он реализован так что мы интерпретируем значение поэтому фьютиксу как 0 или 1 как свободные заняты и мы все то им при помощи этих атомарных блоков процессорных симки эти используем поскольку фьютикс его сам не меняет нам нужно делать это руками при помощи чего-то другого например при помощи локов процессорных то есть я когда делаю лог я смотрю если фьютикс свободен если он равен нулю то этот вайл сразу выйдет и засетает фьютикс в единичку понятно пока если он не равен нулю то есть если он равен 1 тогда мне вот эта штука вернет не ноль я скажу ну раз он сейчас равен 1 тогда скажи мне когда он будет не равен 1 и все здесь я засыпаю потом я просыпаюсь снова пытаюсь этот лог взять если у меня опять не получилось там кто-то другой шустрее оказался и взял туда и опять засну понятно дачу здесь происходит и следующее unlock но она гораздо проще я просто беру освобождаю блок и всех уведомляю все кто ждал что эта штука изменится на ноль просыпаетесь и пытаетесь взять делаю фьютикс вейк то есть int вот этот вей int фьютикс это просто такой канал подписки на изменения вот а почему эта штука называется fast future space mutex потому что первый ну если mutex не заблокирован то мы его только средствами процессора сможем взять и даже фьютикс вейк не придется звать то есть в лучшем случае music можно заблокировать без прерываний без сисколов просто одной инструкции это буквально там несколько наносекунд займёт вот если мютикс уже заблокирован тогда будет сискол тогда будет прерывание там всякие засыпания будет все медленно но если mutex используется не очень часто то доступ к нему будет очень быстрый пусти как счетчик увеличить и все понятно да почему fast вот такие дела и у меня получилось что он лог даже медленнее чем лог потому что здесь я системный вызов всегда делаю системный вызов это все-таки не очень быстрая штука гораздо медленнее чем просто счетчик там какой-то увеличить или флажок заседать и есть способ есть способ не не делать системный вызов на ног если нас никто не ждет вот мы его еще посмотрим сначала глянем например тот же самый со счетчиком только теперь вместо инструкции вот этих вот сенков то вместо спинлока я использую обычный music реализованный через фьютикс я беру лог увеличиваю счетчик отпускаю лог и все и так 6 трэдов делают и они прибавляют там тоже по по 100000 и у меня получилось что лог работает просто 600000 в конце получается 6 трэдов брали лог увеличивали счетчик отпускали в итоге досчитали нормально понятно теперь как можно и обижать фьютик своих ванлок если никто не ждет вы это то есть я взял там за заблокировал фьютикс что-то сделал и хочу его отпустить можно ли как-то вот этот фьютикс wake не делать просто в эту штуку в ноль засетать wake не делать если нас никто не ждет но если никто другой сейчас не пытается фьютикслок сделать то я хочу фьютикс wake тогда и не делать если фьютикс wake нету то зачем мы их делать можно ли как-то определить что фьютик я хочу определить да что другие потоки фьютикс wake сейчас не делают то есть я единственный пользователь mutex и больше никому он не нужен и я туда ваик не хочу делать чтобы системный вызов зря не делает чего хранить ну да счет защищаем весь юрик спин локом и вместе с юрик сам еще храним счетчик 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 тех кто ждет они когда дел перед тем как сделать лог увеличивают этот счетчик когда они лог получают они его уменьшают и здесь мы проверяем что если у нас никто другой этот лог не ждет что-то его их можно не делать нет не симафор ты лог все еще можешь только один сделать но мы здесь просто пытаемся экономить вот на этот всем на вызове поведение внешне не поменяется никак но просто будет чуть быстрее работать потому что фьютик своих не надо будет иногда делать симафор он реализуется через мютикс просто берешь и счетчик защищаешь другой тем самым ютиксом разрешаешь его инкременте там до какого-то числа все что мы сейчас смотрели все эти клоны фьютиксы синки это все либо специфично для линукса либо джесси и на майке на free psd там на винде или с другими компиляторами вроде силан минговые или вижу вижу все плюс плюс компилятора там вижу все там это все может не сработать например колонна стену вызова вроде как вообще больше нигде нет кроме линукса фьютикс но во free psd может есть на макео точно нет синг но я сомневаюсь что нет минговые есть джесси все ланги они есть в кей в микрософтовских компиляторах я не уверен что есть и когда мы пишем какое-то многопоточное приложение мы будем каждый раз переписывать программу чтобы она работала там другим другом компиляторе на другой операционной системе это все будет не очень переносимо си язык не для этого создавался чтобы переписывать тогда можно и на сэмплере сразу же писать если уж на переносимость пофиг но есть способ не париться о переносимости библиотека p3d которая ну был стандарт придуман по секс по секс трэдс отсюда и название по трэдс там описываются интерфейсы создания потоков там завершение потоков интерфейсы работы с мютиксами со спин локами там с конечно брейблами всякими короче это просто стандарт опишки и этой опишки разные реализации библиотеки по трэд пытаются соответствовать и когда мы пишем программы мы используем именно именно мы стараемся использовать по трэд мы не пишем сырую колонны какие-то фьютиксы я например по них вообще не слышал там до начала этого года начал этот курс готовить вот на самом деле эта библиотека она патри это на на разных на разных системах на никого волшебства не делает а линуксе она тоже реализована через утикс клон синк ну то есть то что когда мы пишем программу используя патриот api мы не задумываемся о том что там внутри вот эти штуки и на маке там вроде бы какие-то особые ну на маке там например нет там есть четкое разделение между потоком и процессом там нет кого-то волшебного структа секструкта и там вообще api совсем другое ничего из этого нет на винговые вообще не представляю что там есть и на минговые есть там какие-то синки атомики в общем патриот он все это от нас прячет если чего-то что нужно до реализации там создание потока или лока на системе рекомпиляторе нет он это сам закостыливает мы просто пользуемся не задумываемся о том что внутри сегодня мы задумываемся но в целом мы особо не задумываемся просто и займем патриот вот и сегодня мы напишем собственный патриот такой очень легковесный начнем с патриот креита патриот креи че он делает создаю поток то есть так же как мы его создавали как дописали функцию thread create клон когда мы клон звали мы тоже передавали туда указатель на функцию аргумент выходной параметр стека там передавали только здесь вместо выходного всяких выходных параметров есть такая такой тип по 3d этот дескриптор потока это как файловый дескриптор только дескриптор потока и в нем внутри лежат всякие штуки типа стек там возвращаемое значение функции в общем все что мы возвращали раньше явно типа стека но скрыто в этой штуке мы не задумываемся чем внутри для нас это это вообще может быть число может быть структура там в разных реализации короче дескриптор потока и через него можно с потоком как-то взаимодействовать и есть функция которую надо стартануть в отдельном потоке передав ей там аргумент какой-то вот как мог бы выглядеть по 3d я здесь написал он он на самом деле очень похоже выглядит если открыть исходники по 3d но там гораздо больше атрибутов они называются по-другому поэтому запоминать конкретно эти имена не стоит обращаться к ним тоже не стоится и программе но можно просто представлять себе как бы знать про то что по трейде на самом деле это довольно сложная штука в которой куча всего лежит там лежит защита этой структуры потому что к одному по 3d можно из разных потоков обращаться там лежит идентификатор потока там возвращаем и значение функции сохранено стек который мы раньше явно возвращали здесь спрятан в этом по 3d тоже потом освобождается создается там точно так же что мы уже делали она просто автоматически делается функции вот эта функция вишина когда запускается она возвращает будет звездочку и значение сюда сохраняется мы потом посмотрим зачем сохраняется почему его нельзя не знаю просто будет сделать зачем будет звездочка посмотрим зачем потом вот так да и получается что патрит он с каждым потоком какие-то методанные инициализирует который хранит по 3d а что туда будет если я возьму и попробую скрестить сырой поток созданные наклоне и при этом внутри него попробую какие-то патрит функции дергать у меня получается что вот с этим потоком которые напрямую клоном создаю никакие методанные не инициализированы и патрит здесь не использовал чтобы создать патрит здесь не существует тогда откуда здесь патрит берется и сработает ли это вообще программа что вот я в потоке созданном через клон напрямую завод это патрит штуки она сработает я кстати удивился когда узнал что она работает вот и как когда мы собираем что что-то с патритом там опция компилятора минус патрит я передаю чтобы прилинковалась библиотека вот я ее собрал запустила все сработало финиш только так комментарии он не печатает на самом деле просто он завершилась нормально ничего не упала никаких segmentation фолтов а все это из-за того что каждая функция патрита она внутри сначала проверяет если мы в потоке созданном через патрит то она достает его там списку и глобальный переменный свой патрит и его используют а если нет то она и быстренько оборачивает и продолжает работать как будто бы этот поток создан с патритом то есть вот этот вызов он взял и завернул мой поток патрит неявно и этого даже не заметил за счет этого потоки там можно можно не знаю там к примеру знаю удачный пример там язык go например я не знаю как в нем потоки реализованы допустим в нем реализованы потоки не на патритах а потом я беру и пишу к нему комить модуль сишней который использует патриты вот за счет того что патрит такой адаптивный он умеет работать потоками которые созданы не через патрит у меня все равно совместимости хранится я могу даже не задумываться о том в чем поток создав по трейде не в по трейде там патрит креетом или клоном неважно понимаешь да что патрит креет внутри все наклон просто обертка на линуксе вот я зову функцию патрит в потоке который создавал через кулон все равно все работает и теперь да зачем зачем я сохранял значение функции в патрит я помню что было фонг резал зачем я тут сохранял затем что когда поток завершается он может сделать ретурн чего-нибудь вот и мне иногда этот ретурн хочется получить но поскольку этот ретурн делается из другого потока неизвестно когда каким образом я его получу в том потоке который его создал как я в главном потоке получу ретурн который с дочернего делается это делается при помощи того что поток по тренду свое возвращаемое значение сохраняет в вот в эту свою структуру куда востребованию и потом в патре джойне это значение можно получить и заодно патрит джойн еще освобождает там всякие стейки локи там все прочее короче все что патрит крейт не создавал патрит джойн удаляет и отдает нам значение это все равно что это как как выйдет функция для процессов когда мы делаем форк мы делаем потом уэйд ждем когда ребенок завершится то же самое с патритами делаем патрит крейт и потом делаем патрит джойн чтобы завершить его здесь я опять набросал примерную реализацию того как это может выглядеть патрит джойн он принимает трет который надо при джойне то есть подождать пока он завершится и освободить его ресурсы и выходной параметр ритуал в которой он сохранит возвращенное значение той функции которые мы пели в патрит креет понятно ну и он может реализован быть например так мы ждем пока он завершится как-то он завершился освобождаем стек и возвращаем значение и все там на самом деле еще куча всего но вот в простейшем виде вот так она выглядит не мы сейчас напишем свою реализацию но я уже написал короче вот на слайде на наша реализация патритов который я назывался трет по аналогии с клон трет это вся штука только на ринуксе конечно работает потому что я знаю тут клон но на примере вот от реализации библиотеки си трет можно разобраться как работает патрит я здесь сделал свой аналог патрит т который хранит то что функция вернула пользовательская функцию пользовательскую аргумент стек и флажок завершения вот это мой дескриптор потока по аналогии с патрит т так и когда я запускаю поток при помощи клона я запускаю не оригинальную пользовательскую функцию которым передал там движ аргумент fung все три открыт я запускаю не функ я запускаю другую функцию новом потоке дескриптор понятно да это просто моя реализация патрит т вот есть считает креет это мой аналог патрит ки си трет креет он принимает все трет в которой я сохраню файловый сохраню потоковый дескриптор я просто инициализирую там дефолтами всякими и она лишь принимает функцию которую надо стартануть в отдельном потоке и к ней аргумент fung и арк видишь он не сервозер есть вот это вот я там все заполняю стартую через клон это то вот так вот эта штука это то что мы в самом начале еще реализовали помнишь там клон был но я стартую видишь я не функ стартую я статрую стартую другую функцию citrate runner с другим аргументом то есть я этот арк я его не сюда передал я аркой fung сохранил сюда а стартанул совершенно другую вещь как думаешь зачем вот реализация citrate runner и зачем зачем я почему я не могу что-то просто fung передайте сюда арк что делается дред runner но вот этот аргумент просто достает который я ему сюда передал то чем здесь делают это то что пользовательская функция вернет вот это вот которую передал все здесь происходит а вот это что что здесь происходит ну да пользовательская функция вызывает смелее ну типа знаю предполагая то есть это угадать вызывается пользовательская функция и результат сохраняется в ретурн код то есть здесь делается то что казалось бы должно было делаться сразу здесь я должен был сюда передать функцию dark я зачем-то передал сюда какой-то раннер который внутри то же самое сделал ну короче да да правильно вот короче если мы вызовем пользовательскую функцию она сама не будет заниматься установки ретурн кодов там финиш каких-то она не будет это делать это совершенно произвольная функция может быть которая не знаю что внутри citrate лежит даже мы же не знаю что внутри патрио да и мы сами не присваиваем никуда какие-то там возвращаемые значения там не ставим некие флажки когда патрио даме пользуемся то же самое все тридим мы оборачиваем пользовательскую функцию вот в эту штуку чтобы после ее завершения запомнить ретурн код и выставить флажок сама функция этим не занимается пользовательскому что все чего угодно делать а мы за нее все сделаем после да она может просто не знаю там ничего не возвращать вот я на что-то возвращает но никуда его специально не запоминает а вот мы возьмем мы запомним флажок выставим короче пост обработка какая-то делается или можно еще предобработка там мы до этого дойдем вот пользовательская функция все трет ничего не сохраняет а мы сохраняем да если тренд джоин движ он ждет пока завершится поток и освобождает его стек и возвращает от который мы запомнили когда функция завершилась тут мы ждем что вот эта штука завершится все после этого ретурн код уже заполнен и свинец стал true и мы сюда пришли поток уже завершился поэтому его стек мы освобождаем и возвращаем код который пользователь своей функции вернул но вот лишь поэтому мы свои пишем чтобы забраться как на них можно писать когда мы пишем на потоках мы как бы когда мы пишем без потоков мы просто когда вызываем функцию мы сразу же ретурн получаем когда напишем на потоках то у нас вызов функции и ретурн функции как бы во времени расходятся но сначала функцию вызываем а потом уже получаем ее ретурн когда хотим через join join называется потому что дочерний поток как бы вмерзивается обратно в родительский поэтому так же называется ну и теперь используем нашу примитивную библиотечку все thread запустив какой-то поток сделав ему join здесь я немножко его тестирую я возвращаю какое значение там 200 печатаю аргумент который мне там передали и здесь я передаю указатель на id вот делаю join чтобы получить что функция вернула вот эта функция вот чего она вернет я хочу это видеть здесь ну и печатаю что она там вернула посмотрим что произошло у меня напечатался аргумент 100 вот здесь вот я передал указатель на переменную которая равно 100 здесь я ее распечатал то есть меня арк нормально передался и я напечатал что ретурн код оказался 200 то есть join мне вернул 200 как раз то что и тут возвращал все работаю понял да 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 еще дойдем дальше дальше сложный вот до него очень доберемся есть еще интереснее штука патри тэкзит есть деталь но и джоин есть деталь 6 exit сейчас мы сначала посмотрим мигзит он делает он из какой бы точки выполнения там какой-то функции которая вызывается в потоке из какого бы места потока ты не позвал по 3d exit он поток завершит это все равно что как такой мега ретурн который вернется из вернет из всех функций которые там накопились в потоке это как exit для процесса только он завершит всего лишь один поток как он потом может быть реализован то есть я в потоке могу вызывать пользовательскую функцию она вызывает еще каких-то триллион вложенных функций я где-то глубоко глубоко внутри делаю по 3d exit и у меня все равно все вернется вверх и поток завершится как это может работать это связано с тем что мы уже делали с домашками но структуру да вот этот ретвал он присвоится в возвращаемое значение которое мы потом через джоин получим но как реализованы именно то что экзот завершает весь поток если просто ретурн сделаем у нас там эту функцию мог кто-то другой позвать как другая функция просто по стеку поднимемся по 3 так же но весь стек разворачивает полностью но все равно флажки всякие выставляет после по 3d exit и уже выполнение потока не продолжается нигде ни в какой функции ну давай близко до запоминай сколько у тебя вопросов у тебя только один вопрос пока да в 2 балла вот давай вторую да да надо вернуться вот в этот считает ранее условный самый первый который вызвался который стартанул всю эту цепочку как-то надо вернуться в дофигище функции наверх что ты можешь такое делали все трет ранее делаем сет он же потом в portrait экзите когда бы он там насколько глубоко в стеке не вызвался делаем он джамп наверх мы вернемся все трет ранее сколько в этом вложенных функций не вызывалось посмотрим как это выглядит мы все трет все три так зити короче вот добавляют снова мебель вот как он выглядел ой теперь как выглядит добавился в этот джамбу в который мы запомним позицию куда надо прыгать вот здесь вот до того как мы запускаем пользовательскую функцию мы запоминаем место куда надо прыгнуть если захотим сделать экстренный экзит и в экзите просто берем и прыгаем все и даже если этот экзит там вызывается не знаю 300 уровней вложенности рекурсии там чего угодно стек уже там намного килобайтов вниз мог урасти long jump нас все равно вернет прям сюда я делаю long jump 1 и ну короче вот то что мы в лонжампе вторым аргументом передаем она вот здесь все джампа вернется а первый серджамп вернет ноль поэтому первый раз эта штука зайдет сюда я вызову функцию потом я обратно сюда хоп прыгну и мне все джамп вернет второй раз уже единичку я вернусь сюда позиции столько запоминаю в начале потом на нее можем прыгать когда угодно так работает и патриотекисты исключения в плюсах похожим образом работают и других языках исключения тоже что-то подобное делают запоминаем позицию на стеке потом на нее прыгаем да все можно использовать они влова например используются когда исключение там бросаются тарантули там тоже все на этих джампах вот ну короче такое красивое решение получается ну в общем да ты угадал есть чем подряд детать это третий способ завершить поток но он отложенный тип он не говорит потоку завершаясь прямо сейчас его смысл в том что мне результат который из этого потока вернется не нужен на говорим что когда этот поток завершится он типа сам пусть свои ресурсы освободит я не хочу у него по 3 джоин делать и пусть он сам свой стек освободит какие там еще у него ресурсы локи там всякие вот и патриот деталь вообще деталь что-то чисто библиотечное понять его нет на уровне системных вызов потому что когда мы делаем клон он нам некие мета данные не создает там освобождать ничего даже стек мы ему сами передаем вот и деталь что он нужен только для того чтобы вот этот дескриптор потока патриот и освободить вот понятно да зачем нужен деталь что на уровне ядра его нет он есть только вот выше библиотека могла своими то данные почистить и несмотря на то что на уровне ядра его нет он получается гораздо сложнее чем то что есть в ядре посмотрим как можно реализовать плохой вариант детальщик который будет работать раз на раз как бы мы возьмем добавим флажок из детальщик и сделаем функцию citrate destroy она будет принтер что 3 уничтожается освобождать стек и мы будем ее звать вот не строить двух мест либо citrate раннер когда завершится он посмотришь то если тренд деталь что-то он его уничтожит с подицы так если мы делаем citrate детальщик на 3d который уже завершён то он его тоже сразу уничтожит пишет там вот страде строй и вот страде строй где-то можно позвать на трейде который уже завершён и тогда он тоже должен удалиться сработать типа как джойн ну здесь я все то его фолус опять же что может что может пойти не так если будем таким образом делать не стек мы аллацировать когда мы делали citrate create мы вызывали thread create клона он делает молоком стек вот здесь он создаст поэтому так есть и он освобождается здесь ошибка я все чутка в другом не одна и чё здесь может пойти не так что может пойти не так когда аддат 2 трояда из двух разных трендов такой делают это делается в одном трatoon а это делается в другом трейд и то делается в том тр館е который зовет деталь а это делается в том тр plano котором зовут деталь что может пойти не так когда два тряда вот так он делают помнишь какая у нас была проблема с каунтером который мы плюс единичку делали там было три инструкции и между этими струкциями мог влезть другой поток и тут что такое раз два три получается что у нас два разных потока делают три инструкции примерно одинаковых смотри короче мы добавили флажок из деталь чтобы если поток завершился и увидел что его уже сделали деталь то он сам себя удаляет и юзеру не надо об этом беспокоиться главным образом он нужен за этим чтобы здесь вот эту штуку сделать здесь он в трусто из лишь я заводить аж ставлю трэду из деталь что-то и здесь типа должно сработать так что трет когда завершится он это увидит и себя удалит если он уже завершился то я сразу моря потому что вот эта штука уже завершена и тогда мне сразу делать понятно здесь что происходит и вот я выделил куски которые могут пойти не так вот здесь вот сразу скажу здесь все нормально штуку мы дальше менять уже не будем вот что-то не так здесь и здесь даже не так вот в совокупности вот этой что-то не так ладно короче у нас время уже идет во первых стек опять освобождается вот эта штука она выполняется но это это все еще поток созданный он все еще выполняется на стеке вот на этом а мы его тут берем и уничтожаем и дальше продолжаем его еще даже как-то и узнать мы сделали free на стек а потом вы юзаем даже если мы будем делать free нас так вот здесь вот ритурном тоже стек юзает получается здесь стек нигде нельзя удалять то есть поток он физически никак вообще не может удалить себя сразу свой стек потому что он пока не завершится продолжает его использую а вторая проблема что у нас здесь три команды здесь три команды и может получиться так что у нас от red завершался когда он взял пришел сюда проверил условия из детач оказалось что она falls и он пошел сюда здесь остановился он true не успел поставить из finished потом другой поток который делает детач он взял пришел сюда смотрит из finished falls и устанавливает из детач тру ничего не делать ни где строя выходит потом этот продолжается смотрит из вину ставит из финиш true и завершается то есть вот этот шаг он пропустился фактически понимаешь из детач сделали вот здесь из детач поставили в true когда трет был здесь и он не успел себе дестрой сделать а когда этот был здесь еще из финиш не был установлен в true понял эти две проблемы да и как мы эти флажки не будем перетасовывать как эти дестрой не будем там менять местами это можно сюда двигать там это сюда это ничего не поможет все равно получится так что два трэда могут совершенно спокойно так спланироваться что сет ряд дестрой не сделается никогда вот да здесь нельзя нельзя нигде удалить свой стек в этой функции потому что она вся этот стек юзает вся целиком от первой до последней строчки поэтому сетра де строить сделать нельзя вообще никак и него можно но в нем нельзя делать free никаких мы не можем тут так освободить вот и можно попробовать сделать так удалять стек не сразу мы отложим его удаление на тот момент когда вот этот трет уже завершится он здесь возьмет и в этом сет ряд дестрой вместо того чтобы удалять стек сразу возьмет и положит его в какую-нибудь очередь глобальную какой-нибудь список из которой эти стеки будут периодически доставаться и удаляться другим потоком которые на этих стеках не работает понял на идею у нас будет такая мусорка в которой мы будем кидать эти стеки иногда будет приходить мусоровоз и все выгружать и при этом это не случится прям тогда когда мы эту мусорку что-то кидаем и у нас вместе с ней не увезет здесь ничего не испортится если мы не будем стек освобождать кто тогда будет этот стек освобождать первое решение наверно самое тупейшее такое сделать какой-то фоновый поток специальный который будет иногда просыпаться эту очередь вычищать но это слишком сложно да и к тому же есть еще одна проблема гораздо более серьезная мы не можем определить когда поток реально завершился то есть посмотри вот здесь вот из финиш тоже установлен в труб а поток еще не завершился мы здесь не можем освободить стек даже вот этот трет он мог дойти сюда положить уже в очередь свой этот тухлый стек который хочет удалить и кто-то внешне кто будет этот стек удалять он не может определить вот этот этот уже завершился совсем уже ретурн уже сделал или еще нет понятно проблема да и нужен ну тут короче нужна помощь операционной системы помощь ядра потому что мы не можем не можем понять когда этот трет завершился полностью без помощи ядра когда вот уже этот ретурн кончился и для этого в всем на вызове клон есть еще пара флавков которые означают означает буквально следующее когда вот этот когда вот этот новый поток завершится по этому адресу за сетой 0 тот вложок клертит такой есть ему передается указатель на какую-то память типа питт и когда этот поток завершится когда он уже прям наверняка в ядре уничтожится у него структа структа тому же удалиться вот когда это наверняка уже произойдет тогда эта память за нулится ядром ядро нам явно скажет через эту переменную что поток уже все стек уже можно удалять вот ну и сетки он делает то же самое только на старте то есть вот эти пара флажков она говорят когда поток стартанет запиши сюда идентификатор потока когда удалиться за нулево по этому адресу который я сюда добавил аргументом и теперь при помощи эти штуки мы возьмем мы организуем нашу очередь который будет очищать будет очищать стеки мы возьмем и стек обернем в такую структуру куси 3 стек и будем там помимо стека хранить еще тит и организуем эти спирт и стеки в список список стук тухлых стеков вас будет такой глобальный список куда когда хотим стек удалить мы его туда кладем и в кто-то его потом оттуда удалит когда этот тит занулится понятно чего-нибудь я когда создаю стек я его на молоке обычном создаю так да вот короче еще будет если мы будем делать без очереди стеков будем просто брать и сразу освобождать здесь добавим slip чтобы искусственно прерывание вызвать и теперь запустим эту штуку и смотри у нас все третки строить не напечаталась ни разу напечатался трет стартит напечатался не тащит thread finished то есть поток стартанул поток завершился здесь не удалилась ничего стек утек это произошло потому что когда я здесь сделал detach я вот сюда дошел смотрел он не финиш я destroy не сделал и тут меня прервали искусственно слип боткнул что меня якобы ядро прервала потом стартует этот стек блин этот поток который здесь вот работал он завершается и смотрит что он типа не detach потому что этот сложок еще выставить не успел и он тоже себя не удаляет получается что стек не ударил никто из-за того что здесь прерывание произошло это уже проблема типа не того что стек надо отложено удаляйте что у нас эти флажки то есть тут мы смотрели проблему что стек не нельзя удалить сразу а здесь мы смотрели проблему что надо как-то координировать в эти флажки как-то атомарно вот эту вещь все делать они так что здесь кто-то мог прийти что-то прерывать и сделать точно понятно сейчас все стек не освободился теперь мы будем эти проблемы решать по одной сначала решим проблему с отложенным удалением стеков мы ну вот эта структура которую я определил там стек и она ассоциирована с кем-то 3 то иди и вот глобальный список стеков которые надо будет удалять кому-то ну и лог на этот список потому что разные треды могут туда класть понятно да вот вот это вот и ситрает он теперь вместо вводит звездочка стек хранит вот такой сложный стек вот эту штуку понятно да вот и ситрает дестрой он берет и вместо того чтобы сразу удалять стек он кладет его в очередь перед этим перед тем как положить в очередь он сначала удаляет оттуда те стеки которые уже завершились то есть нас нет никакого выделенного процесса который выделенного потока который занимается удалением стеков каждый поток он типа перед тем как положить в этот список собственный стек пытается удалить оттуда чужие стеки уже завершенных потоков вот в этом он до стек и вот здесь вот я перед тем как положить собственный次她 в этот список я сначала другие стеки смотрю пытаюсь это список как-то почистить я смотрю это в этом списке у каждого стека у него там 3 тайги который клон должен был занудить я смотрю если он его занулил значит поток уже завершился который этот стек тут оставил я его удаляю то есть я удаляю стеки которые туда положили до меня не обязательно убиваем их мог сам завершится суть в том что когда-то зовет citrad destroy он берет лог на список стеков в этом списке уже лежат стеки предыдущих завершившихся потоков которые они сами за собой удалить не могли потому что стекнем поток не может собственность так удалить понимаешь то есть этот список он скорее всего не пустой там лежат чужие стеки которые тоже надо дропнуть и мы перед тем как класть туда свой сначала его почищаем мы просто итерируем ся по этому списку и смотрим у кого клон вот этот третайди уже занулил если в этом списке у стека третайди за 0 он значит системный вызов клон нам сказал что вот этот стек он уже все его можно удалять и мы его здесь удаляем это еще не наш стек это мы предыдущие стеки здесь удаляем а наш мы просто сюда кладем в конец ну сначала то есть лишь вот здесь вот я начала этого списка какой-то префикс у него по удалял какие-то стеки вот запомнил новую позицию в этом списке положил туда себя то есть у меня был такой список я взял отрезал у него начала которые уже тухлые и положил туда себя неудаленный вот смотри короче вот есть один поток до самый первый ток main позвали еще ни одного нового потока не создали потом создали первый поток он что-то сделал завершился этот список здесь еще пока пустой итер будет 0 здесь равен мы сюда даже не зайдем сразу идем сюда он берет свой стек зануляют и в этом спи в этот список кладет свой стек и в этом списке получается пока только один стек его собственный и он его сейчас удалить не может понимаешь на вот эта штука она еще внутри citrate раннера выполняется он еще не совсем завершилась то есть функция которую юзер нам передал она уже завершилась а наша обертка citrate раннер она еще не завершилась пока citrate раннер не завершился мы не можем здесь просто взять и free вот на эту штуку сделать но 3 стек потому что мы его прям сейчас еще использую и мы туда кладем себя получается в этом списке сейчас один элемент наш стек ну мы короче выходим завершается наш поток потом новый поток создается 2 он тоже когда-то завершается приходит и смотрит а по этот так не в этот список он не пустой он заходит сюда и смотрит предыдущий поток который сюда этот элемент положил он уже завершился или нет у него тит уже за 0 или еще нет если он у него уже знали он значит предшественник уже завершился я за ним стек удалю то есть каждый следующий поток он подчищает за предыдущим ну там может получиться так что когда так хороший вопрос дело в том что системный вызов клон он отрабатывает не мгновенно он тоже в ядре может какую-то отложенную задачу сделать что-то там до удалять и может получиться так что когда поток завершился у него тит еще не успел занулиться какое-то время и несколько потоков так могло завершиться одновременно и ядро ему нужно какое-то время чтобы свои какие-то ресурсы почистите у них у всех тиды занулить поэтому может получиться так что список станет из нескольких элементов но в общем случае ты правда там почти всегда будет один стек предыдущий и все если бы клон если бы завершение потока отрабатывала мгновенный и тит сразу бы занулялся тогда да там был бы всегда один элемент мы бы его удаляли и кого и туда вместо себя вместо него себя теперь понятно вот этот сид ряд дестрой пойдет туда свой стек и вот все трат раннер который зовется трат дестрой и он тоже берет это уже защита от того случая когда у нас и трат дестрой вообще не зовется помнишь там вот здесь вклинивался чужой поток мы берем их за те флажки ездит а что из финиш защищаем локом и благодаря этому вот эта штука всегда будет атомарно выполняться здесь ни один другой поток не сможет вклиниться даже если сюда слип опять воткнул так что если главный поток прямо сейчас делает деталь он тоже этот лок возьмет и на нем заблокируется пока чувак себя здесь но этот трет сам себя не уничтожен потом он его отпустит и деталь увидит хоп у нас уже все завершено можно не строить делать сейчас еще увидим деталь понятно да что я вот эти два флажка заменил защитил локом теперь они атомарно делаются они строим стоит больше не освобождает он кладет его в список потому что наш поток здесь может ядро прервать когда много потоков они могут на один процессор там например встать и ядро просто один прервет и другой поставит он уж не в курсе что мы здесь какую-то атомарную операцию делаем поэтому первый поток если вот их спин локов не будет то он возьмет выполнит эту операцию увидит что деталь что falls ногу сейчас вернемся когда поток делает вот у нас здесь есть раннер который проверяет что если из деталь что-то дестрой и потом ставим флажок финиш и деталь проверяет что если из финиш что не строй и потом ставим деталь может получить но вот эти футбе функции они в разных потоках выполняются в общем случае деталь зовет тот поток который вот этого потока создал этот поток вот эти две инструкции мог уже взять и выполнить посмотрит из деталь что falls он falls потому что деталь еще не успели сделать и он идет сюда и здесь останавливается и вот хоп и ядро прерывает него там time slice закончился процессоре понимаешь да вот здесь останавливается в этот момент этот просыпается идет сюда смотрит из finished falls я не успелась финиш поставить посмотрит из finished falls и он сидит ряд destroy не позовет идет сюда ставит не тащит в тру и выходит потом этот с этого момента просыпается ставит из финиш ты выходит все он не тащит еще раз не проверяет это все делали происходит из-за того что вот эти вот эта вот проверка и выставление флажков она не атомарно делается и вот это тоже есть мы вот эти штуки в спинлоки обернем тогда вот этот кусок будет делаться атомарные вот этот кусок атомарно там не сможет вклиниться в один из них другой и что-то там испортить понятно да почему здесь локи мы воткнули теперь сюда никто не сможет воткнуться потому что он тоже будет этот лог пытаться взять а этот лог уже взят точно понял ну и вот видишь не тащи что делать ну тот тот же самый лог пытается взять если у нас вот этот трет он сейчас где-то здесь то вот этот лог заблокируется пока вот этот не завершится потом этот завершается у него отпустит этот лог и он здесь уже сможет нормально консистент флажки всякие там проверить есть у нас даже если у нас вот здесь произойдет перерывание вот этот здесь заморозится пока не проснется этот поток понял поэтому здесь всегда будет атомарно проверяться что если из фини что не строй там очень не тащит вот это все и теперь каким образом мы элементы этого стека список элементы этого списка стеков лацируем мы прямо на отдельном молоке этот струк струк тси трет стек создаем инициализируем его кроме мент списка что он пока еще не в списке типа поэтому next на у создаем стек как обычно через thread create клон он так заполнит и тит лишь тит я передаю сюда в клон и когда клон завершился когда поток завершится у меня вот этот кид занулиться то есть вот этот мембер я укажу передаю указатель на этот мембер в клон и когда поток завершится у меня этот мембер занулиться и таким образом я в очереди смогу понять что у меня этот поток завершился то есть все примерно то же самое осталось только я защитил два флажка вот эти вот локом и стек обернул в прикрепил к нему кид и все больше ничего особо не поменялось она куча я его создаю потому что сидрец на в общем случае вообще юзер передает он у вас у себя где-то на стеке может хранить у новому к своим каким-то локатором создать короче нужно чтобы вот эта штука была отделена от вот этой штуки потому что вот это будет жить скорее всего дольше чем вот это поэтому я вот тут на отдельном молоке делаю видишь понятно посмотрим как это теперь работает я создаю 10 трэдов и все их детачу да и ну да и все их детачу и смотрю что происходит у меня первый трет стартанул и умер а стек не освободил второй трет стартанул и умер из так тоже не освободил свой а предыдущий освободил лишь он освободил вот этот стек который остался от вот этого поток потом запустился следующий поток тоже завершился я освободил тоже предыдущий стек который остался от вот этого поток то есть каждый друг за другом вот здесь вот подчищает пиш вот и в конце концов у меня это завершается и ну там в конце останется как бы в этом списке один стек который не освободится но это будет всего один стек и он освободится если мы создадим еще один поток то есть утечки тут уже нет у нас не будет такого что память бесконечно копится у нас как бы фиксированное место выделено под эту очередь стеков и все ничего не утекает больше понял на такое взаимоуважение трэдов получается друг за другом прибирают это была очень сложная часть дальше будет проще мы пока всего три функции получается посмотрели а4 create joint touch exit сейчас будет будут локи всякие мутикс и спину а кировой локи там condition variable но они реализованы через то что уже мы уже смотрели через фьютикс через локи вот эти атомарные процессы мы их на самом деле уже знаем сейчас мы просто опишку будем смотреть оберточную вот это понял да вот этот мютикс от на самом деле на линуксе просто фьютикс который мы уже сделали теперь ты знаешь как он работает вот но это просто красивая опишка которая работает не только на линуксе а под линуксом это все равно фьютикс здесь можно увидеть то что мы уже делали это лог анлог и нет destroy это на линуксе это то же самое что просто там в нолик эту переменную интовую заседать эти штуки они нужны скорее для чего-то кроме линукса вот есть еще такая функция тайме блок когда ну когда зовется фьютикс там тоже можно тайм-аут передать сказать ядру типа фьютикс уэйт но вот такой-то адрес но не дольше чем какое-то время и вот этот тайм-аут он прям туда и передается тоже ничего нового вот чё интересно как сделано так вот этот тройлог мы пока делали лог анлока из тройлог тройлог работает так он пытается взять лог если у него не получается это взять но его взять лог уже там занят то мы не блокируемся сразу возвращаемся не будет неких сисколов никаких перерываний просто пытаемся оптимистично взять лог как такое можно сделать на том что у нас есть без по трейдов если лог уже занят то мы просто falls вернем типа и все да он не блокирует стройлог он не блокируется никогда он либо берет лог успешно либо возвращает холл а лог он будет блокироваться только в этом отличие тройлог типа свои лица может там очень просто решение той думай еще так не поток работает эта штука в потоке зовется это не запуск потока это подряд мютикс это не потребует крейс возвращаясь ну falls типа 0 вернется если получилось один условно и узел но юзер зовет эту функцию патриот мютикс тройлог над бютиксом который он создал перед этим через венит мы создаем мютикс через и нет можем у него звать лог анлок там из разных трэдов еще можем звать тройлог вот этот лог он блокируется если лог если лог уже взят а тройлог он если лог уже взят он не блокируется просто фосс возвращает как это делается как проверить что лог атомарно проверить что лог уже взяты если ну типа если он не взят то взять ну то взять его ну как просто лог работает он помнишь как он работает просто лог там был фьютикс и но если там это значение то мы звали фьютикс вэйт правильно ну надо вот как каким образом мы проверяли надо ли звать фьютикс вэйт но помнишь у нас был фьютикс лог функции мы там делали вайл что-то там фьютикс вэйт вот что было в этом вайле там в этом проверяли типа если у нас флажок какой-то засет он в ноль то мы его быстренько атомарно светаем в один и выходим если мы если он там уже один то мы зовем фьютикс вэйт что это там было за штука такая которая так делает она еще была особенная тем что она не вызывает никаких прерываний не ходят в ядро ну да смирей тут говорим ну не надо прямо буквально в ее перечислять просто надо сказать что через процессорный вот этот блок просто берем и атомарно проверяем что если там мы берем и атомарно проверяем что если там ноль то мы его ставим в один и выходим а если там уже один то вот эта штука как раз фолз и вернет ничего не сделает вот и все одна строчка получается то есть если там был ноль мы за возьмем в один и вернем true это эта функция вот так вот возвращает назначать что если у нас вот эта штука была равна то она вернет true и засетает это в один если она была не равно она вернет фолз и ничего не сделает вот так получился тройлок никого фьютикса не фьютикс это нету лог это просто бесконечный тройлок пока не получится вот так можно сказать у нас в локе вот эта штука была свернута у аю здесь был фьютикс уэйт внизу то есть мы долбили этот тройлок пока не получится тройлок он один раз пытается если не получилось то фиг с ним на на принимает значение с чем сравнить его что засетать если оказалось равно она принимает лог смотрит если он равен вот этому значению то засветать вот в это если он этому значению не равен то не сделать ничего это атомарно типа делается вместе к инструкции у процессора кмп exchange вот она просто это и делает да там есть команда кейп exchange она делает вот эту штуку но не атомарно и если ее префиксовать ассемблерный префиксом лог то она становится атомарным есть еще рв лог это типа отсылка к задачи про писателей читателей что есть там библиотеку есть читатели которые могут в нее ходить и в библиотеке в каждый момент времени может быть много читателей сколько угодно они там приходят читают даже одну ту же книгу могут читать но при этом есть еще писатели и библиотеке может находиться только один писатель без читателей то есть либо кучи читателей либо один писатель вот так такая задача есть писать может только один а читать может угодно понятно да в чем суть задачи не нужно но есть такая задача что нужно придумать каким образом организовать доступ что когда читатели приходят они там накапливаются начинают читать потом приходит писатель как он должен ждать когда читатели уйдут надо ли новых читателей допускать если есть ждущий писатель всякие такие есть нюансы у этой задачи и все решают рв лог это просто обертка над бьютиксом которые считают количество читателей писателей все ничего такого космического нет и она позволяет блок на чтение брать сколько угодно раз то есть можно rd лог позвать много раз подряд и он каждый раз сработает и при этом есть еще vr лог вот типа райт лог и предлог его трайт лог можно сделать только один и он заблокируется если есть другой райт лог или есть другой rd лог то есть здесь да если ты делаешь блок не атомарный то он сначала загрузит вот если эту штуку взять ее и расписать вам получится и в ютикс лог равно нулю зену мютикс лог равно 1 иначе ретурн просто это получается типа блин я могу написать даже доске типа если вот равно 0 то блок присваивается 1 и все вот это вот вся функция но просто вот это вот это вот ассемблерная инструкция кмп эксченчена вот эту вещь делает это марно не может получиться так что другой thread просто вклиниться сюда или сюда помнишь у нас с каунтером был пример что внутри ассемблерные инструкции разбивается и они могут разлететься как угодно по разным трену в этом был вопрос да вот ну короче да это можно сказать что такое более общий вид семафора если говорить про семафор то это как мютикс у которого типа много жизни есть его можно несколько раз там создаем семафор мы говорим сколько у него там счетчик есть каждый лог этот счетчик уменьшает если счетчик стал 0 то блокируется следующий лог с с рв локами то же самое примерно здесь можно сколько угодно эти rd локи брать подряд но то есть какой-то лимит но здесь не указывается явно много может быть rd локов или может быть один в rd лок только один вот этот или много этих понял да в чем как эта штука работает вот да и чем примечательная топишка что он лог здесь только один лишь у меня лог двух типов рд лок и в рлок он лог только один какой бы я лог не взял я после этого зову он лог и он каким-то образом понимает какого типа был лог перед этим не торсишка какая перегружка не ну вот здесь подумать надо здесь уже не не причем какие-то сэмблерные инструкции там все это просто к логическая задачка получается но снова на решение на принципе работы этого рв лока как бы вот и блок реализовывал просто без всякой атомарности на обычной сишки как бы ты писал вот у тебя позвали unlock какой флаг ну там же локов несколько к этому есть локи на чтение есть локи на запись вот там есть этот счетчик счетчик читающих локов и и поскольку писатель только один может быть у него тут будет бул у меня из когда я делаю рд лок он смотрит если вот эта штука фоллс то он увеличивает этот счетчик когда я делаю в рвок он смотрит что если здесь все 0 он эту штуку в трус ставит а потом я делаю он локом не надо понять здесь один к из этих риме тити ли тут фолс поставить как это понять блок мы не передаем просто объект рв лок вот этот вот больше ничего не передаем как бы ты на фишки сделала блок и не он должен одну ссылку убрать один лок снять ну вот я тебя спрашиваю как понять какой решение прямо все такое прям тупое я бы сказал даже я же не не космический корабль тут прошу построить когда он просто смотрит что если количество читателей больше нуля то по-любому ни одного писателя нет мы декориенте количество писать количество читателей а если оно равно нулю значит писатель есть там его загуляем все еще часто бывает задача что хочется поток подписать на какое-то событие не просто как как в фьютиксе когда это переменная к это интого меняется подписать его на что-то посложнее чем этого и перемены и причем хочется вообще много потоков подписать например из сети какие-то пакеты читаются ехать у меня есть несколько у меня есть поток который читает из сети вот как тарантули к примеру есть поток который читает из сети есть другой поток в котором много к рутин которые ждут пока я сиди что-то придет и они подписываются на получение сообщения из сети и когда это сообщение приходит она уведомляет что оно пришло и кто-то 11 сообщение берет и обрабатывает то же самое можно со многими потоками сделать один поток читает и много потоков они к рутин берут и обрабатывают это событие какой-то один из потоков или это может быть такое событие которое всем потоком нужно например там я не знаю пользователь залогинился в систему и у меня есть разные потоки которые там отвечают за графический интерфейс за базу данных и они все хотят об этом узнать и сразу же его там права проверить подключение всякие установить короче подписаться на какие-то события им хочется и для этого есть кондишен в рейблы в в по трендах есть они и мы еще сами я их сам написал как они могли бы выглядеть если мы делали и сами без по трендах без без специально переменной по трендах здесь только по трендах с кемью такси займы все кондишен в рейблов у них такая пешка можно его создать кондишен в рейбл можно подписаться на ожидание события это те кто ждут события и можно сообщить о том что события появилась это тот кто события создает один поток делает сигнал все остальные сигнал этот выйдет вот я написал программу которая описывает события как обычный флажок что типа события есть или события нет и защищает его mutex он которому разные потоки пытаются получить доступ я реализовал так мы берем когда создаем кондишен в рейбл мы сразу же берем лог потом когда появляется первый подписчик он ждет события он тоже делает лог сразу же блокируется и все кто следующий придут они тоже зовут лог и блокируются я не буду ждать потом поток который создает события он зовет сигнал он берет ставят флажок что события есть и делает аналог на этот аналог придет следующий один из ждущих вот на этом блоки он разблокируется один из них понял да мы не знаем заранее какой там зависит от реализации по трэд мьютексов но короче один из ждущих он разблокируется увидеть что событие есть заберет его себе и скажет остальным типа все я все забрал и звонит свет он теперь фолз и отпустит того чтобы этот лог мог опять сработать и ретурн то есть конд вар выйдет выйдет будет возвращаться каждый раз когда этот поток смог получить себе события нет это же помнишь фьютикс и типа патриот пьютикс это фьютикс когда я здесь беру лог я его ставлю типа в один этот фьютикс потом приходит этот лог и он видит что этот фьютикс уже один и делает фьютикс уэйт он ждет пока он станет 0 здесь блокируется это не спин лог это не активное ожидание это тоже фьютикс ничего особо не поменялось да они все ждут и потом тот поток который события создает он зовет сигнал он сейчас этим локом владеет он 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 его себе заполучил когда еще создал этот кондишен в рейпл вот он им здесь сейчас владеет понятно он печатает там что-то и ставит вожок в тру и отпускает этот лог на этот же лог сейчас куча других трендов сидит и ждет и вот этот там блок он сделает фьютикс уэйк этот фьютикс уэйк пробудит один из этих фьютикс уэйтов вот эта штука на фьютикс уэйк вызовет а здесь были фьютикс уэйт и которые ждали один из них он пробудиться мы не знаем заранее какой ну короче один из ждущих а нам это и надо чтобы один из ждущих себе это событие забрал его обработал брат кастом этот пока не смотрим смотрим только одиночную обработку он берет себе этот лог все остальные они продолжают ждать этих потоков и фьютикс может быть много только один из них тут разблокируется заберет себе это событие и лог отпустит вот этот онлок он вызовет возможно пробуждение остальных потоков которые тоже тут ждали они проснутся увидят а извин свет уже фолз все они это пропустят и опять будет ждать вот в какой-то момент у нас это опять сюда вернется и мы снова заберем семейство вент блок и все и потом до следующего кон 2 сигнала ничего не будет происходить понял то есть мы сыграли на том что mutex блок он пробуждает один из ждущих mutex локов да он как он пробуждает один из чтобы все потоки там там посложнее делается там но не знаю можно тут счетчик какой сделать вместо флажка мы смотрим сигнала брат кастом через сигнал уже делается здесь мы решаем задачу что надо одному из ждущих потоков это событие передать остальные не должны с ним ничего делать и вот этот ждущий в себе его здесь события забирают он говорит остальным типа все этот ивент уже ушел он мой и отпускает лок когда остальные здесь начнут просыпаться они видят но по пояс уже ушел все пропустит этот ив потом тот кто это событие создал он опять mutex себе заберет и потом когда-то опять позовет сигнал и так это будет ходить по кругу здесь опять же что может пойти не так на самом деле реализация но она как бы относительно правильная но здесь все таки есть проблемы которые мы сейчас посмотрим события ожидающие берут лог один из ждущих просыпается вот теперь как это будет работать если мы возьмем и займем этот кон двор у себя в какой-нибудь программе вот у меня есть главный поток и он на каждой на каждое нажатие энтера на клавиатуре делает сигнал и у меня есть 10 воркеров которые ждут эти сигналы и я ожидаю что каждый раз когда я буду нажимать нажимать enter один из потоков будет просыпаться я здесь зову сигналы один из ждущих здесь будет просыпаться я здесь пишу какой понял я собрал на маке потому что на линуксе это опять не повторяет огня я и на том и том собрал то вот короче как это на маке работает но так и работает мы компиляем это запускаем и каждый раз когда нажимаю enter просыпается там один из потоков из вейта выходит печатает опять зовет вейт и это может быть 0 1 2 там 3 поток 4 что будет если я это запущу на линуксе тоже компиляю запускаю хоп у меня сигналит локет сигналит никто не эта штука не печатается у меня не обрабатывают события не просто пропускаются все из-за того что вот эти две функции они срабатывают без прерывания я здесь делаю онлок сразу же делу помнишь мы вот решали задачу что онлок должен они и причем есть ну короче суть то что здесь прерывания нет этот поток он делает онлок и лог никому не отдав управление это в ринуксе просто видимо такая реализация то есть он тут фьютик свой к этот зовет но видимо он не успевает вызваться там опять зовет лок но он просто жрал события никому его не отдал и все вот эти блоки они не успели освободиться он взял он он как бы дразнит слог отпускает сразу же забирает отпускает забираю а нужно здесь как-то подождать пока кто-то другой сможет это событие обработать поэтому на линуксе такая фигня получается он просто не переключается на другой поток и решение получается следующее давай короче будем здесь проверять что если наше событие кто-то ждет то мы не позовем лог пока его не заберут мы сделаем это через счетчик сделаем счетчик выйдка каждый раз когда кто-то приходит ждать он датует кант увеличивает на единичку каждый раз когда он уходит он уменьшает на единичку суп яд и вот когда он завершается он типу декременте вот и сигнал теперь работает так он вначале запоминает если кто ждущий делает онлок и потом смотрит и но ждет короче пока события кто-то заберет блок не будет делать пока кто-то не заберет события если у нас никто события не ждал то мы сразу ретурн делаем сигналить некому никакие анлоки локи делать туда не надо если никто не ждет туда зачем сигнале а если кто-то ждет тогда мы ждем пока наши события заберут и уже потом делаем блок понял да решили проблему добавился просто счетчик вот ну и на кредит я его ноль сделал и теперь запустим посмотрим что стало происходить вот я сюда еще и слип добавил чтобы с имитировать как будто бы задача долго обрабатывается и что теперь происходит я это скопилял опять на линуксе на маке все так нормально было она и ноксе была проблема вот я это скопилял запустил нажал enter у меня wait count 10 сигнал произошел и поток 2 обработал события после этого сигнал опять пропал вот одно событие нормально обработалась лишь да а потом я сразу до фига передал вот каждая эта буковка когда я нажму enter заберется одним из потоков вот первый поток взял забрал себе букву а туда и стал с ней как-то работать там я имитирую работу темью слипом чтобы поток не сразу же вернулся ждать немножко там поделал что-то wait count of осталось 9 потом следующую нажатие кнопки другой поток обработал следующий другой в итоге у нас получилось так что я тут только столько символов вел что у меня все 10 потоков оказались заняты печатью ну вот этим юслипом короче в конце концов у меня в конце последние буквы уже оказались такими что некому их обрабатывать а потом в конце концов они обработку закончат и опять вернуться опять войдка он будет возрастать короче если есть кому ждать то событие но обрабатывается если ждать некому туда на уже скипается у него сделано ну вот вот эту вот штуку я сделал только за тем чтобы проверить что вот это условие реально проверяется если события отдавать некому тогда мы не хотим блокировать того кто эти события генерирует может возникнуть вопрос а как же тогда мы что события совсем выкинем никто его никогда не обработает но не обязательно можно просто сделать очередь событий которые никто не успел сразу же взять и потом когда вот эти потоки завершат свою работу они просто сначала очередь пойдут посмотреть есть ли чё там если там ничего нет тогда уже пойдут ждать понял да то есть вот этот уэйт его надо делать только если у нас очередь пустая если очередь не пустая то потоки обычно оттуда забирают задачи или события или что там понял да с кондишен в рейблами так а еще какие потоки последние ну если остались ну сейчас если остались ну enter там буквы да но смотри первые 10 букв их заберут 10 потоков остальные буквы никто не заберет потому что все потоки заняты в этих своих юслипах а юслип здесь на на 100 миллисекунд вот если есть ждущий поток то мы ждем пока он заберет события поэтому здесь у нас каждую букву кто-то взял каждую из первых десяти а если никто не ждет то мы сразу же завершаемся понял а если есть кто кто типа свободен ему делать нечего тогда мы ждем пока он события заберет если никто не ждет все заняты все уже предыдущие события обрабатывают они уже не успевают новое взять тогда ничего не делаем вот потом в конце концов они свою обработку закончат и вернутся в очередь опять будут ждать я могу снова там энтер и понажимать у меня опять все будет обрабатываться просто может случиться так что у воркеров просто не хватит событий так много что их придется куда-то сохранять чтобы потом обработать на кондишен в рейбл эту задачу уже нас не решает это уже поверх делается мы делаем конь толь через рядом с ней делаем кондишен в рейбл это что не влезло в работку сразу она в какую-то очередь войдет в который потом обработается внешне мы все что мы сейчас сделали она есть по трендах и примерно в таком виде она там есть вот есть такая штука подряд конт в ней тоже есть сигнал который делает то же самое вот есть вейт который мы тоже уже реализовали но еще есть браткаст он делается просто на мне не знаю добавлением счетчика мы делаем wake много раз там например но во фьютик своих еще можно там фьютик своих когда мы делаем то можно передать сколько сколько фьютик своих мы хотим пробудить вот так можно это еще сделать мы сейчас до сих пор делаю фьютик своих только на один поток а на самом деле там можно намного но это точно так же делается так что там ничего особо интересного самое главное понять как один сигнал делается все остальное уже на нем основу и есть еще потрат барьер это типа способ заблокировать n потоков пока не все не дают до одной точки выполнения когда мы делаем этот ряд барьер мы сдаем у него сколько трэдов могут вместе через этот барьер пройти если трэдов меньше то они не могут ни один пройти когда трэд зовут патрэд барьер вейт там внутренний счетчик увеличивается вейт блокируется и пока внутренний счетчик не достигнет этого значения которым ныне нет задали который барьер вейт будет сблокирован ну вот пример патрэд пришел там вызвал вейт а n был равен пяти например поток один ждет должно ждать 5 и он блокируется пришло еще два стало три потока все еще не равно 5 патрэд твой патрэд барьер вейт и все еще блокируются пришло еще два а по 5 равно все дальше все одновременно продолжают . синхронизация такая получается и мы указываем явно сколько потоков должны через нее одновременно пройти и пока они к этой точке там не соберутся вот сколько мы задали они все будут ждать сложно представить зачем это может быть нужно но применение есть например несколько потоков выполняют одну и ту же функцию там одну и ту же функцию к инсортировке и там какой-нибудь цикл распараллеливается и чтобы продолжить выполнение там например мир сорт мы делаем и кусочки этого мир сорта делаются в разных потоках об одном их надо объединить и мы делаем патрэд барьер вейт в конце сортировки кусочков чтобы подождать пока все потоки свои кусочки десортируют а потом их объединить уже понял да например зачем это может быть надо ну вот я ничего больше не смог чтобы придумать с этим барьером как 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 патрэд патрэд дескриптер потока потряс как он сохраняется в памяти когда мы делаем потряселф мы не перейдем никаких аргументов мы просто берем из ниоткуда получаем потретты потряселф это функция без аргументов которые возвращают потриты диски дескриптер текущего потока как он это делает куда она берет этот потретты причем именно нашего потока непонятно для этого есть специальная область памяти специальные области памяти в памяти процесса которые создаются по одной для каждого трэда как короче как стек но только не стек индивидуальную область памяти для каждого трэда thread local переменные короче thread local storage такая штука есть это делается так мы вот мы объявляем объявляем переменные там еще какие-то данные не знаю с префиксом подчеркни-подчеркни-трэд и когда мы собираем такую программу gcc такие переменные положит специальную секцию tdata и в этой секции tdata вот эти переменные лежат и каждый раз когда создается новый поток он себе эту секцию копирует и когда мы обращаемся к таким trade local переменным они в определяют в каком они трэде и откуда надо эту переменную достать то есть вот эту переменную а каждый thread будет иметь собственную и когда я к ней здесь там обращаюсь например это переменная только для этого трэда засетается в такое значение для остальных нет вот эту программу собрал и у меня тут все трэда одну и ту же переменную казалось бы во что-то устанавливают один трэд устанавливает ее в один другой в два вот этот аргумент тут передаем здесь появится вот я один трэд сетает ее в одиничку другой в двойку а мэйн вообще в ноль если бы вот этой штуки не было у нас бы на выходе все эти ашки были одинаковые но поскольку я добавил подчеркни-подчеркни-трэд у меня у каждого потока своя копия этой переменной и они когда мы здесь меняются но не меняются локально для потока понял вот это все резолвится в рантайме то есть нам не нужно заботиться о том что вот это надо взять там из кого-то гигантского массива этих ашек все само делается так вот когда компиляется программа вот с такими переменными подчеркни подчеркни трэд они кладут специальную секцию это дата которые которые можно вам ждать посмотреть у нас вам джампе . да то . стек там . текст . стека нет . стек в рантайме появляется там бсс дата текст короче есть помнишь и если мы компиляем с почек не почеркни трэдом какие-то переменные то они в свою собственную секцию тогда то лягут каждый раз когда новый поток создается он эту секцию копирует полностью и в рантайме эти переменные самым резолвит конкретно в свою копию секции ты дата вот делает он это не сам то есть когда мы зовем клон сырой клон он сам эту секцию не копирует это делает обертка патрэд у него там есть такая специальная функция в патрэд креете которая берет эту секцию достает прям в рантайме копируют ее куда-то на мап там какой-нибудь или на молок и говорит ядру там что короче вот эта память теперь локально для этого трэда кулон этого сам не делает это делает по трэд если мы напишем программу с почек не почек не трэдами и будем использовать сырый клон вызовы у нас все равно это переменная будет одна и та же для всех это все оберточная тема вот тут скопировать эту дату в отдельную память можно вот ну и в этот 3 local дату можно сохранять патрэдселф патрэдселф он туда может положить свой дескриптор и потом его оттуда доставать к не глобальная переменная может быть типа подчеркни подчеркивание трэд патрэд подчеркивание ты там цел и она оттуда будет доставаться каждый раз свою и поскольку подчеркни подчеркивание трэд это джессиси специфичная штука то патрэдселф тоже и заворачивает в опишку есть такие функции get specific set специфики какие create она у каждого по трэду у него есть собственный словарик ключ значения ключ мы создаем через такую штуку key create просто объявляем на стеке переменную потретки это делаем на нее потретки create и потом с с этим ключом можем ассоциировать какое-нибудь значение в конкретном тренде и это потом можно будет получить через нет специфики она в каждом тренде вернет свое значение которое мы тут все то ли то есть такая обертка над 3 local storage он получается как std map локальные для каждого тренда понял все будет пример вот я объявил этот кей просто один большой глобальный кей и здесь я его инициализировал там деструктуру мунику не сдавал просто на короче создал ключ и функции main я его заседал в ноль и во втором тренде я заседал в один в третьем тренде заседал вдвойку все эти сет специфики они от один и тот же кей сет тут видишь это то же самое как я тогда в переменную а присваивал точно так же здесь сет специфик делаю в разных трендах на один и тот же кей а потом я делаю get специфик тоже на один и тот же кей но он тоже разный получается потому что с этим одним и тем же киев в разных трендах сохранились разные значения получилась такая обертка на 3 доков тоже при этом подчеркни подчеркни трейд я тут нигде блин подчеркивание подчеркивание трое я тут нигде не юзал все на патриот киев все спецификах get спецификах понял вот получила своя версия значению всех так вот и для просто просто для для улучшения понимания что вся тренды они даже несмотря на то что у них свои стейки у них там тренд около дата есть какая-то да и все равно в одном адресном пространстве я могу получить указатель на стек из одного потока в другой блок один поток может получить указатель на стек другого потока и даже в нем что-то взять то есть стеки это не какая-то волшебная правильная кучка стеков и они друг друга не видят стеки они в памяти процесса они как бы в одной в одном адресном пространстве они друг друга видят чтобы это продемонстрировать его здесь вот создаю поток который глобальный указатель на int на какое-то свое значение стека сетает видишь это внутри потока делается на его стек и другой поток эту переменную этот печатает то есть он печатает переменную стеку чужого потока и это все равно работает вот он сотню здесь печатает еще в 100 заседал в другом потоке распечатала на 100 то есть стеки то есть потоки они видят стеки друг друга если мы захотим это сделать там нет ни какой-то супер мега изоляции памяти вот и можно даже в этом убедиться распечатав адреса стеков вот у меня поток свежесозданный печатает свою вершину стека и главный поток печатает свою вершину стека и вот вот эти адреса просто получилось что свежесозданный стек он просто в адресном пространстве пониже чем 1 между ними такой большой пробел чтобы вот этот сток ст стек он да нет до этого не дорос случайно между ними поэтому такой пробел что здесь вот короче довольно большой пробел получается да вот все вот это вот я тоже самое на маке запустил там получился пробел гораздо больше здесь у них отличие в третьем символе здесь уже во втором это получается в четыре раза больше пробел на маке минимум вот понял да ну и все время что мы в лекции тут смотрели у нас были какие-то мифические портрет атор который мы игнорировали везде передавали на лами и в патриот креетах и в mutex там и нитах каких-то на самом деле можно их не взять на на лами передавать патриот атор это такая структурка в которой просто засетаны всякие атрибуты там из детач указатель на стек который пользователь может сам захотеть свой передать не знаю там размер стека короче какие-то атрибуты которые можно задать потоку до того как мы его стартанем можно например сделать патриотатор ну создать переменную типа патриотатор сделать ей нет и выбрать у нее сет стекса из там стекса из какой-то собственные выбрать и сказать что этот трет должен стартануть детачит я не хочу на него патриот детач звать я хочу чтобы он уже стартанул детачит и потом указатель на этот патриотатор передаю сюда и у меня трет стартанет уже детачит и с заданным размером стека не знаю я просто захотел просто не хочу детач звать потом я например знаю что у меня поток там я не знаю поток очень быстро завершится я не хочу чтобы он ждал пока я на него позову детач там освободился я хочу чтобы он завершился и сразу же себя удалил я тогда детач сразу передам вот но деталь чего можно поменять после создания стек я могу потом патриот детач позвать его например размер стека я после создания полога поменять уже не могу может пример у меня получится так что у меня поток будет вызывать какие-то функции которые очень много визают память стека и мне стандартного размера не хватит я беру его и увеличиваю или наоборот я знаю что у меня функции которые будут в этом стеке в этом потоке выполняться они стекли зают очень мало может они все на кучу аллосируют вот и первую домашку делал когда у тебя к рутина была у тебя там на джамп на джампах было да там на стеке у тебя вообще ничего не создавалось потому что стек нельзя было переключать там вообще размер стека можно я не знаю килобайт поставить условно там килобайты не даст система поставить можно короче уменьшить его если нам не нужно так много можно увеличить наоборот короче здесь можно задать вещи которые после создания потока уже нельзя поменять вот а можно те которые можно поменять тип не тачит можно задать вопрос почему эти вещи нельзя явно сюда флажками передать почему нельзя здесь передать бул из не тачит явно передать сюда стек явно стекса из как думаешь почему зачем какая-то обертка патриотатор ну да и почему почему их нельзя просто аргументами сюда все передать вот эти вот из деталь что стекса из стык да не так уж и много вроде проще ну окей ну окей да на самом деле во первых там уж некоторые не хотеть передавать но главная причина здесь в том что ну вот системный вызов клон например я там кучу переменных не использовал его все вот он вот но там тем не менее не используется некая структура с патридами здесь главная причина другая хотя то что ты назвал он тоже тоже справедливо да главная причина совместимость пока вот эта структура и и содержимое невидимо для пользователя можем в ней что угодно как угодно менять флажок там я не знаю с булла заменить на инцинта на бул стек можем хранить какой звездочку там не знаю переименовывать атрибуты в этой структуре для пользователя это все равно будет скрыто за этими функциями мы можем новые атрибуты добавлять а фишка не поменяется от этого просто здесь еще патрид атор сет где-то какой-нибудь добавится еще пара функций все а если бы мы это передавали явно аргументами нам пришлось бы сигнатуру этой функции менять так что это еще и способ обеспечить совместимость даже если патрид атор ты когда-нибудь поменяется это не повлияет на существующий код вот патрид алютекс метал то же самое патрид алютекс атор есть то то же самое можно выбрать всякие штукенции которые после создания медикса уже не поменять например можно указать пью таксу что он что его можно юзать в разных процессах они в разных потоках кладем ютекс в разделяемую память и разные процессы его могут там лочить она лочить или что делать смею так сам если его один процесс залочил а потом умер уютах все теперь залочен навсегда останется нет там можно можно короче деструктор mutex сам выбирать через атрибут и у всех этих рв локов у кондишен в рейбов у них тоже куча атрибутов бесполезно все подряд рассматривать проще читать man когда возникает необходимость там ничего такого научно уже нет нижки то вопросы ну ладно все то да